Пророчества Писания Пророчества Писания Я понимаю, что Церковь состоит из множества народов, но мы следуем за Христом там, где мы живем. Сегодня мы поговорим о том, что говорит нам Бог в этой стране в это время. Поэтому приятного вам просмотра. Исход 3 глава 8 стих сказано «Иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю Хананеев, Хитеев, Амареев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев». Последние слова — это не название спреев, а народ. Иными словами, Бог сказал, мы оставляем Египет и уходим в другую землю. И Моисей знал, где эта земля, потому что там жили все те люди. Бог пообещал ту землю Аврааму и его потомкам раз и навсегда. Это было много лет назад, но Писание говорит, что чаша их беззаконий переполнилась, поэтому Бог уберет те народы из той земли и поселит там израилетян, как и обещал. ООН было бы легче работать, если бы они прочли книг бытия. Очень много споров сегодня по поводу евреев и того клочка земли. Но Бог сказал, что там их место, и никто их не сдвинет. Не очень благодарны это дело — выступать против Бога. Итак, Бог говорит, мы покидаем Египет и переходим в новое место. В 11 главе Иезекиеля мы переносимся на сотни лет вперед. Как вы знаете, Бог сдержал обещания, данные Моисеем. Египет разбит, Красное море разделилось, Бог кормит их маммой и поит водой из скал. Он ведет их по пустыне. Они доходят до земли Альдавамы, и эстафету принимает Иисус Новин. Они завоевывают обещанную землю, и сотни лет живут под руководством судей. Гидеон, Дзевора, Самсон — они были судьями. Последним судьей был Самуил, и они сказали, мы хотим царя. Бог сказал хорошо и выбрал им царя. Он выбрал Саула, потом Давида и Соломона. В земле, которую обещал им Бог, они прожили много столетий. Во времена событий из книги Иезекииля, в Иерусалиме стоит храм. Теперь Египет — это уже история. Никто не помнит, что там было, потому что это было сотни лет назад. Они все еще избраны народ Божий и живут в земле, которую он им обещал. С храмом и ежедневными жертвоприношениями, но при этом их сердца очень далеки от Бога. У них все еще есть кошерные правила, Тора, закон, но их сердца очень далеки от Бога. Послушайте, что Бог говорит в книге Иезекииля, 11 главе, 9 стихе. «И выведу вас из Него, из Иерусалима, и отдам вас в руку чужих и произведу над вами суд», — говорит Бог. «Я дал вам землю». Но теперь вы больше не можете здесь оставаться. Право находиться в земле обетованной было связано с их отношениями со всемогущим Богом. А он сказал, «Если вы отвернетесь от меня, не захотите почитать меня и не будете согласны на мои правила, то вы здесь не останетесь». Когда Вавилонская армия во главе с Новохудоносором окружила Иерусалим, они ворвались в город и снесли все его стены. «Они разрушили храм и убили многих жителей города, а самых лучших забрали с собой в Вавилон». Это было первое еврейское гетто в истории. Потом их было еще очень много. В Вавилоне они все еще были Божьим избранным народом. Это несомненно. Писание говорит, что Бог дисциплинирует тех, кого Он любит. Я считаю, что Бог любил их даже посреди суда над ними, но Он сказал, «Вы не можете оставаться в этой земле, если не намерены почитать Меня». Бог дал указание Адаму и взял Господь Бог-человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Так же, как Бог поместил еврейский народ на земле за Средиземным морем, Он поместил Адама и Еву в Эдемский сад. Он создал небо и землю, но Писание говорит, что Он насадил сад и поместил туда Адама. Он сказал, «Я даю тебе власть над ним, ухаживай и заботься о нем, это твоя работа». Бог сказал Адаму работать в нем и хранить его. Вы заметили? Вы знали, что работа — это Божья идея? Это было еще до грехопадения? Бог создал нас для работы. Работа — это не зло и не вмешательство в вашу жизнь. Работа — это выражение вашей веры. После грехопадения Бог внес поправку, и выгода от работы стала непропорциональной, вложенным в нее усилием. Но не думайте, что работа — это вмешательство в вашу жизнь. Мы все извратили. Мы возложили на работу неподъемное для нее бремя. Люди говорят, работа меня не удовлетворяет. Это невозможно. Мы не можем ждать чувства удовлетворения от работы. Бог дал Адаму задание. Заниматься садом, но затем привел его в особое место и сказал, наслаждайся всем этим. Это для тебя, но одно дерево трогать нельзя, иначе ты умрешь. Вы знаете эту историю? Так что же сделал Адам? Бог солгал об этом дереве. Если бы Адам занимался работой, которую дал ему Бог, то он разобрался бы со змеем задолго до того, как тот начал обманывать. Послушайте, что сказал Бог. Бытие 3 глава. И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама и поставил на востоке у сада Эдемского херувимый пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Адам лишился того места, которое Бог создал специально для него из-за положения своего сердца. Бог выгнал его. Я много раз говорил вам, что первые главы Библии показывают нам основные принципы Писания. Все основные идеи Библии представлены нам в этих первых главах. Мы знакомимся с Богом, как с Творцом всего. Он инициатор и Создатель всего. Также мы знакомимся с Богом, как с Судьей всей земли. Он наводит потоп, определяет праведность и беззаконие. Мы также знакомимся с еще одной важной идеей. Бог в Своей суверенности помещает нас в то время и в то место, где Он хочет нас видеть. Мы не выбираем ни дату, ни место нашего рождения. Мы не выбираем ни родителей, ни национальность. Этот выбор делает Бог. Это демонстрация Его суверенности. И по Своей суверенности Бог поместил нас в эту землю. Мы страна иммигрантов. Все мы приехали откуда-то. Но Бог по Своей суверенности устроил наше пребывание в этом месте. в это время. И это оказалась страна, которая в данное время имеет беспрецедентную свободу. У нас больше возможностей, больше благословений и больше привилегий, чем в любой другой стране на земле. Она не идеальна, но среди других вариантов она просто уникальна. Это Божие благословение для нас. Но такое благословение не может прийти без ответственности. Наша страна не отличается какой-то одной конкретной этничностью, цветом кожи или формой глаз. Мы страна иммигрантов. Нас отличает идея. Мы один народ под Богом. А вот что связывает нас вместе. Изначально многие из нас приехали сюда, потому что нам не очень-то были рады в других местах. У нас были ограниченные возможности, и мы приехали сюда, ожидая, что эта идея даст нам прекрасное будущее. Но к этому прилагается ответственность. Я не ожидаю, что люди за пределами церкви осознают и примут ее. Но мы с вами не можем позволить себе упустить это. Если мы отвернемся от всемогущего Бога и его принципов, если нас перестанет волновать его мнение и его границы, то вы думаете, что у нас останется наша свобода? Думать так – безумие. Мы имеем свободу не потому, что мы особенные. Мы не умнее всех на земле. Наши природные ресурсы не так уж уникальны. Это благословение от Бога. Здоровье и энергичность церкви Иисуса Христа в нашей стране – вот что приносит нам Божие благословения. Ответственность лежит на нас. Есть одна молитва, которую произносят по утрам, когда молятся за нашу страну. Семь дней в неделю в церковь в шесть утра приходит группа людей, чтобы молиться за вас. Они делают это более пятнадцати лет. Не пропустили еще ни дня. Недавно я услышал одну строчку в их молитве, и звучит она так – «Не нужно бояться сражения». Мне кажется, что церковь в нашей конкретной стране слишком долго была напугана. Мы были запуганы и весьма инертны. Но в этом нет ничего нового. Помните царя Давида? Мы знакомимся с ним, когда он еще ребенок или подросток. Он принес еду своим братьям. Они были в израильской армии. Когда он прибыл в лагерь, то услышал, как чемпион армии противника вышел и сказал, «Глупо нам всем сражаться. Пусть ваш чемпион выйдет против меня. И кто победит, тот и будет победителем». Когда Голиаф бросил вызов, израильская армия спряталась в своих шатрах. И это напоминает мне поведение церкви. Мы прячемся. Мы не хотим подняться и сказать правду. А помните, что сказал Давид, когда услышал Голиафа? Он сказал, «Кем это он себя возомнил?» Он бросает вызов армии живого Бога. Израильская армия слышала, что он бросил вызов армии Саула, а Давид говорит, он бросает вызов армии живого Бога, и он упадет. Что вы делаете в своих шатрах? Если ты такой смелый, то иди. Если вы почитаете внимательно, то это невероятное несоответствие. Голиаф подготовлен, и он огромное существо. Он имеет опыт в обращении с оружием, а его оружие превосходит все навыки и физические способности Давида. У Голиафа меч. А еще у него копье. А у Давида камень и рогатка. Но у Давида есть еще кое-что. Он говорит, «Когда я пас овец отца, и приходил лев или медведь, я расправлялся с ними. У льва и у медведя также было больше сил, чем у него». И он говорит, «С этим филистимлянином будет так же, как и с теми животными. Я расправлюсь с ним». То есть Бог поможет ему. Я хочу предложить вам, что церкви пора обрести веру в живого Бога. Мы слишком долго сидели тихо и ничего не делали. Нам нужно проснуться. Слишком долго мы были инертными и ничего не делали в нашем призвании. Может, пора уже подняться? Мы собрались на этом континенте и на площадях большими группами благодарили Бога. Эти собрания на площадях были доминирующей силой формирования нашей страны и ее характера. Это не всегда были служения пробуждения. Иногда мы стояли на площадях и говорили, что Писание диктует нам быть другими. И Божий народ, выступающий как Божий народ, почитая принципы Писания, довел нас до этого момента. Но в этом поколении нам не очень рады на площадях. Нам говорят, что имени Иисуса не рады в школе или в суде. И его не стоит упоминать в публичных местах. И мы стали похожи на армию евреев. Мы прячемся в наших шатрах. Мы потерялись. И меня не удивляют безбожники. Они так живут. Что бы сказал Бог церкви в современной Америке? Это важный вопрос. Он благословил нас так, как никого другого на этой земле. Он дал нам больше возможностей и свобод, больше привилегий. Поэтому, думаю, очень важно, чтобы мы стояли на площадях. Когда я был ребенком, стадионы, полные христиан были таким же обычным делом, как и футбольные матчи. Собрания были обычным делом на телевидении. Их показывали так часто, что все уже знали порядок служения. Все знали, что Клифф Беррел соберет большой хор, а Джордж Беверли Шей будет петь. И все знали, что когда он закончит проповедовать, многие люди начнут выходить сперед. Этой части я ждал больше всего, потому что я знал, что это уже конец. Наши дети с этим не знакомы. Они этого не видели. Друзья, мы теряем все наши свободы, если не можем быть церковью. Вы думаете, нас Бог любит больше, чем евреев? Он выгнал их из земли, потому что они не хотели иметь с ним отношений. Вы думаете, мы сохраним наше благословение, если откажемся от отношений с Богом? Я говорю не о критике других, а о том, чтобы работать над нашими сердцами. Я был за границей, когда Верховный суд принял закон о семье и сексуальности. А через день или два я увидел фотографию белого суда с радужным флагом. Вначале я подумал, что это фотошоп. Одна из тех интернет-шуток, которые встречаются очень часто. Когда я понял, что это настоящее фото, по телу побежали мурашки. Наша страна была основана идеей «Один народ под Богом». Если мы публично переступаем Божьи принципы, Бог ответит на это. Это послание никому, кроме церкви. Это послание не к какой-то конкретной группе людей. Бог определяет, что морально, а что аморально. Бог определил сексуальную мораль и не нуждается в нашем референдуме по этому вопросу. Он сказал, «Мои люди будут придерживаться этих границ». А сексуальная аморальность — это нарушение всех этих границ, и это опасно для нас. Мы никого не осуждаем, мы сочувствуем тем, у кого с этим проблемы. Следует рассказать им истину и относиться к ним с добротой и любовью. Но не нужно отказываться от Божьих принципов и соглашаться на беззаконие. Церковь должна оставаться церковью не с ненавистью, не с осуждением, но если мы не можем быть тем голосом, которым Бог призвал нас быть, мы лишимся нашего благословения. И доказательств этому полно. Без этого понимания нас может занести. Мы обязаны думать об этом. У нас осталось еще несколько минут, и последнее время скажу вам, я изучаю книгу Иезекииля. Я зашел немного дальше, чем наш план для чтения Библии. Так вот, Иезекииль — это пророк, которого Бог использует во время изгнания. Был 587 год до н.э., когда вавилоняне захватили Иерусалим, и Божий народ отправился в изгнание. Бог не оставил свой народ. И Еремия предупреждал их, вавилоняне идут, «Вам нужно что-то делать». А Иезекииля Бог использовал, чтобы он говорил к людям, когда их выгнали из земли. Это удивительно. Бог не бросил. Он не сказал, «Я вас ненавижу и не хочу иметь с вами ничего общего». Он послал им пророка, который рассказал им его взгляд на вещи. Божия дисциплина в нашей жизни — это нужная вещь для возрастания в Господе. В послании евреям сказано, «Если Бог не дисциплинирует вас, то Он вас не любит». Вы незаконно рожденный ребенок. Мы хотим Божьих благословений, но не хотим Его дисциплины. А я рекомендую вам, если вы проходите какие-то трудности в жизни, то скажите Господу, «Я хочу извлечь из этого урок». Я не говорю, что вам нужно становиться в очередь за новой порцией оскорблений или унижений. Я говорю о том, чтобы сказать Господу, «Я хочу узнать твой взгляд на мое сердце. Если ты видишь во мне что-то плохое и вредное, помоги мне это увидеть». Нам нужен Божий взгляд, а мы пытаемся убедить Его, что Ему нужно считаться с нашим взглядом на вещи. Нам нужно приложить немного усилий и сказать, «Бог, помоги мне увидеть себя, мой дом, мой бизнес, мою жизнь, так, как ты их видишь». Бог использовал с Иезекиилем две фразы. Я хочу показать их вам. Одна из них десятки раз используется в этой книге и больше нигде в Библии. «И узнают, что я Господь». Господство — это вопрос, который каждый решает индивидуально, а у Иезекииля Бог снова и снова говорит «И узнают, что я Господь». В 12 главе сказано «И узнают, что я Господь, когда рассею их по народам и развею их по землям». У них был храм, праздники, правила, священники, а Господь говорит «они забыли, что я Господь, но они узнают, что я Господь, когда я рассею их по всей земле». Они вспомнят и поймут, что на небе есть Бог Всемогущий, а мы забываем об этом. Мы сделали свою обрезанную версию, и у нас получился такой аморфный Бог, похожий на плюшевого мишку или дальнего родственника, который приезжает время от времени с подарками. А как только мы получаем подарки, то надеемся, что он скоро уедет, потому что он нам мешает. А Господь говорит «узнают, что я Господь». Книга заканчивается еще одним пророчеством, это 38 глава. «И покажу мое величие и святость мою и явлю себя перед глазами многих народов и узнают, что я Господь». Вначале он говорит, что евреи узнают, что он Господь, а потом народы узнают, что он Господь. А вы знали, что смыслом всей книги «Откровения» является то, что каждое колено преклонится, и каждый язык исповедует, что Иисус Христос Господь. А задание церкви — нести этот флаг. А если мы забудем, что он Господь всего, то мы не справились с нашим заданием. Это очень важно. Держаться за нашу веру в сфере нашего влияния очень важно. И еще одна идея из книги, которую я хочу дать вам сегодня. Евреи установили идолов в своих сердцах. Где они установили идолов в своих сердцах? То есть, главным был не образ, вырезанный из чего-то, а сердце. Идолопоклонство начинается в сердце. Суть идолопоклонства в приоритетах и в том, чему вы отдаете первое место в жизни. К чему вы обращаетесь за стабилизацией вашей жизни? За надеждой, за радостью. То есть, дело было не только в том, что евреи поклонялись богам плодородия. Они поклонялись им, потому что хотели иметь более успешную жизнь. Идолом в их сердце была жадность. Я считаю, что идолопоклонство так же актуально в американском христианстве, как оно было актуально когда-то в Израиле. Мы не вырезаем из туканов, но в наших сердцах мы отдаем приоритет комфорту, удовольствиям, богатству, власти или любимому хобби. Мы не отвергли Бога и не изгнали Его. У евреев был храм и модель поклонения, но в своих сердцах приоритет они отдали чему-то другому. И мне кажется, что мы тоже в этом виновны. Мы ходим в церковь, но приоритет для нас в другом. И это идолопоклонство. Я не призываю вас чаще приходить в церковь. Я не записываю вас в какой-то новый класс. Я не прошу больше денег. Я прошу вас попросить Бога показать вам ваше сердце, потому что итоги этого важны для будущих поколений. Я не знаю, когда именно нас начало сносить с курса, но знаю, что уже несколько десятилетий мы пользуемся Божьими благословениями, но не берем на себя ответственность. Это может закончиться плохо. Кажется, поворотным моментом были 60-е, когда нас призывали сбросить все, что нас сдерживает. Мы не хотели ограничений, а продолжая сбрасывать ограничения, мы достигли невероятных успехов. Но в чем? В демонстрации нашего бунта. Мы стали говорить Богу, что теперь не Он определяет наш пол. И это бунт, но он начался не сегодня. Начался он значительно раньше, потому что церковь не была церковью. Так что же нам делать теперь, я думаю? Нам нужно вернуться к началу и вспомнить, что мы один народ под Богом, и что лучшее в нашей жизни пришло от всемогущего Бога. Пока мы изучаем эту тему, я молюсь, чтобы мы с вами понимали, как выделить место Бога в своей жизни, понимали, что говорит нам Бог и каковы наши цели. Все, что вам важно знать, так это то, как питать свою праведность и не подпитывать понапрасну нечестие и несправедливость. И тогда в один прекрасный день ваш дух победит. Я хочу помолиться, чтобы наши уши слышали, а сердце принимало то, что приготовил нам Бог. Господь, благодарю Тебя за Твое Слово, за истину, власть и силу. Я благодарю Тебя за каждого человека, который был сегодня с нами. Я молюсь, чтобы мы осознавали Твои призывы и могли ответить Тебе «да» с большей ясностью и свободой, чем прежде. Я молюсь во имя Господа и Иисуса Христа. Аминь. Да благословит вас Господь. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборе, а также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Предлагаем вашему вниманию новое изучение Библии с пастором Алленом «Интерактивная Библия том 1». Программа на основании видеоматериалов, которая расширит ваше понимание всей Библии и ее послания. Это уникальное иллюстрированное пособие. Наш подарок вам за поддержку служения Аллена Джексона. Закажите первый том «Интерактивной Библии уже сегодня». Воспользовавшись контактной информацией на экране. Спасибо вам за поддержку. Вместе мы приносим разницу.